Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, я эксперт по управлению реальностью. Обучаю, как с помощью изменения своего мышления управлять своей жизнью, меняя ее туда, куда вам нужно, а не так, как получается. Я надеюсь, что вы смотрите мои техники, применяете их и уже видите, как ваша жизнь меняется. Потому что сегодня я дам вам обалденную технику, которая нужна каждому. И называется она бультерьер. Так что запомните, пожалуйста, потому что с помощью этой техники вы научитесь, как правильно злиться, не разрушая себя. Перед тем, как я начну это видео, я хочу рассказать вам о книге, которая называется «Как изменить жизнь за одну книгу». Вот так она выглядит. И вы после окончания просмотра этого ролика, это очень важно, можете ее скачать и начать читать или слушать абсолютно бесплатно. Я гарантирую вам, что ту информацию, которую вы в ней узнаете, действительно даст вам возможность начать менять свою жизнь прямо сейчас. И менять ее так, как захотите вы, а не так, как складываются обстоятельства. Так что скачивайте мою книгу. Хочу напомнить вам о том, что на моем канале также есть видео под рубрикой «Законы Вселенной». И в одном из таких видео я рассказываю о том, что такое энергетические вибрации человека. Если вы его не смотрели, пожалуйста, посмотрите, потому что это даст вам понимание того, почему вообще сама по себе злость разрушительна. На всех уровнях, включая наши клетки. И если мы будем с вами много злиться и испытывать негативных эмоций, нам это грозит даже очень серьезными заболеваниями вплоть до смерти. Но мы ведь с вами этого точно не хотим. Поэтому посмотрите это видео. А сегодня я хочу рассказать о такой проблеме, с которой сталкивается каждый из нас. Это проблема злости, агрессии. Мы часто, кто-то часто, кто-то реже, но тем не менее каждый из нас попадает в ситуации, в которых не злиться очень сложно. Я рассказываю часто на своих эфирах, в своих марафонах о техниках по управлению нашим негативом, о том, каким образом с этим негативом бороться. Обязательно находите эти видео и смотрите. Но порой бывают такие ситуации, когда ты загасить в себе это уже не можешь. Ну и вообще, если вы не знаете, то постоянно гасить в себе злость тоже очень вредно. Особенно, если она у вас в буквальном смысле остается внутри. Происходит какая-то конфликтная ситуация. И ты вместо того, чтобы высказаться, промолчал. Потому что знаешь, что если ты сейчас начнешь лить весь этот негатив, начнешь с человеком вступать в эмоциональную связь, то, соответственно, вокруг себя создашь такую большую энергетическую негативную колбу черного цвета. Ум. И, соответственно, все черненькое начнет к тебе прилетать. Ты думаешь, не буду обращать на это внимание. Но если вы часто находитесь в токсичном обществе, например, ваш муж постоянно вас достает, или ваша мама, или ваша жена, или ваши сотрудники, или ваши коллеги по работе, то так или иначе вы постоянно в этом находитесь, все время это глотаете, 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 и глотаете, и вух, взрыв обязательно происходит. И, как правило, это не просто взрыв негатива. Это взрыв, где вы притянули к себе очень много всяких проблем, где вы притянули к себе очень много различных болезней. То есть вот все навалилось одним вот таким огромным тазиком. И вот вы думаете, а что же делать? Выплескивать негатив вроде как нельзя, потому что постоянно вокруг меня срач и проблемы. Держать в себе тоже нельзя, потому что если держать в себе слишком долго, то взрыв происходит еще больше, и все равно вокруг очень много разрушений, мало того, еще и очень неприятные внутренние эмоции. Для того, чтобы вот лучше со всем этим разбираться, конечно же, я вам рекомендую смотреть мои видео. Я уже говорила, потому что существует разница между тем, где стоит свой негатив выдавать, а где все-таки не стоит. Но давайте поговорим сейчас конкретно о тех ситуациях, где вы понимаете, что все время это нарастает. Знаете, как говорится, в чашечку накапало. То есть есть некоторые люди, которые постоянно, систематически капают на вас, капают на вас, капают на вас, сжимая, 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 а вы не реагируете. Вы не реагируете, не реагируете, не реагируете, но в какой-то момент вы понимаете, что вам либо нужно принять решение и полностью убрать этого человека, вот так, отрезав от себя, то есть чтобы его вообще не было в вашей жизни, идеальный вариант. Но бывает такое, что вы не можете по какой-то причине это сделать, и вам необходимо поставить человека на место. Даже не то, чтобы поставить его на место, а от вашей личной границы просто его отсунуть, да, сразу же и далеко, чтобы человек понял, что так с вами нельзя, что вы этого терпеть не будете, что он может получить мощный отпор. Для тех, кто является родителем, очень понятно, о чем я говорю. Потому что если мы ребенку долгое время что-то не запрещаем, например, он нас начинает потихоньку пробивать, прожимать, 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 и в какой-то момент он сжимает на стенку, когда нам, ну, мы вынуждены уже сделать сильный толчок, и ребенок не понимает. Почему, мол, раньше мне никто ничего не говорил про это, а сейчас вот не разрешают. Поэтому, конечно, в идеале, когда мы простраиваем свои границы сразу же, но если все-таки произошла такая ситуация, и вы в какой-то момент чувствуете, что накипело, вот вы больше не можете, но при этом ваш человечек живой в голове говорит, Ермилова сказала, что не надо, сейчас ты же лопнешь, и все будет негативом, и к тебе прилетит весь негатив, а внутри вы чувствуете, у вас уже такой, знаете, кипяточек, уже вы вот понимаете, что все поднимается, и терпеть невозможно. Напоминаю, что внутренние вот эти взрывы и разрывы, они чреваты тем, что они отравят ваш организм, и он начнет болеть. Нам этого допускать точно не нужно, поэтому для таких ситуаций я предлагаю вам технику, которая называется бультерьер. Для того, чтобы у нас с вами был более наглядный образ, как это выглядит, я хочу вам показать вот этого прекрасного, красивого бультерьерчика с такой замечательной пастил, который на самом-то деле живет внутри каждого из нас с вами. Но есть такие люди, которые по жизни похожи на бультерьер. Они постоянно на всех срываются, кричат вечно, бесконечно. И, конечно, с такими людьми общаться мало того, что невозможно, так еще и быть таким человеком чревато опять-таки тем, что вокруг тебя и будет такая вот реальность, состоящая из одних сплошных бультерьеров. Для того, чтобы нам в какой-то момент, как говорится, избавиться от накопившегося, поставить человека на место, тем самым удлинив свою личную границу и поставив еще один дополнительный блок, сказав «Я так терпеть не буду». Мое терпение не бесконечно. Не делай так больше никогда. Я не шучу. Для этого мы и используем нашего прекрасного бультерьера. В тот момент, когда вы видите, что ситуация накипает, что вот уже невозможно, что человек уже нарвался всеми мыслимыми и немыслимыми способами, и вы чувствуете, что вам становится внутри уже плохо, вы говорите себе «бультерьер» на выход. Вы чувствуете в этот момент, как внутри открывается ваше такое вот окошечко, и оттуда вылазит голова этого милого щеночка, взрослой собаки, как вам будет угодно. Вы можете заранее назвать его, вы можете знать, как он выглядит, какого цвета у него шерсточка, что он покушал. Вы прям должны, этот житель должен у вас быть. Вы ему говорите «фас». В этот момент вы можете в течение 10-15 минут высказать этому человеку все, что вы захотите, в любой форме, матами, криками, чем хотите, вот как вам хочется. Если вам даже хочется кого-то пнуть, пыните. Но у вас должен быть таймер, и вы должны четко знать, что ваш бультерьер сейчас сразится, он сейчас перегрызет горло, возможно, или просто покусает, а затем вы говорите себе в какой-то момент, через 5-10-15 минут, когда чувствуете, что из вас это вышло, вы говорите себе «домой». «Домой. Спасибо. Молодец». И видите, как он довольный, веля хвостиком заходит, и вы снова закрываете дверцы своей будки. И после этого превращаетесь в того милого, обычного, прекрасного человека, которым были. вы не живете этим, вы не входите в эту схватку, и теперь днями и ночами рассказываете об этом всем подряд, живете и тем самым создаете вокруг себя негативные вибрации и притягиваете в свою жизнь кучу разного дерьма. Нет, вы этого не делаете. Ваш бультерьер удовлетворился. Он сделал то, что ему было нужно, и вам стало хорошо. Вы на физическом уровне чувствуете, как вам стало легче. Вы благодарите своего бультерьера. Вы обязательно его чем-нибудь вкусненьким кормите. Можете пойти в физическом мире и купить ему шоколадку, съесть, представить, как ему стало хорошо и вам стало хорошо. И почувствовать, что вы молодец. Эту технику не нужно применять каждый день, к каждому подряд. Ее необходимо применять именно тогда, когда вы понимаете, как говорят на украинском языке, терпеть увервався. Урвався. Той терпеть. Ось он урвався и треба щось тим робыты. И вот вы это сделали. После этого снова вернулись, выдохнули и продолжили свою феерическую жизнь. Эта техника поможет вам неоднократно. Я вам обещаю. Вы, главное, не забывайте о ней и практикуйте тогда, когда нужно. И не забывайте, что на моем канале есть также много других классных техник, а будет еще больше, которые помогут вам в разных жизненных ситуациях правильно сформировать свои мысли, создать вокруг себя крутую энергию и делать так, чтобы ваша реальность улучшалась с каждым днем и не проваливалась вниз, вне зависимости от того, что происходит в этом феерическом мире. Другое слово даже не подберу. Не забывайте, пожалуйста, о том, что на мой канал лучше подписаться, потому что сейчас здесь регулярно выходят новые видео. Мы говорим не только о техниках, но и законах нашей вселенной. Я рассказываю о том, как все это работает, как правильно контролировать свой мозг. Делитесь с подружками, друзьями, мужьями, всем, кем захотите, моим контентом, потому что я стараюсь делать все для того, чтобы мы, люди, научились сами брать ответственность за свою жизнь и управлять ей. Ну и, конечно же, не забывайте о том, что я автор марафона, который называется «Рерайтер жизни», который стартует практически каждый месяц первого числа, где мы пишем книгу о жизни своей мечты и с помощью специальных техник, упражнений и перепрограммирования своего мозга делаем так, чтобы наша жизнь становилась именно такой. И это работает, потому что каждый месяц проходит большое количество людей этот марафон, и все имеют результаты. Так что я буду рада вас видеть и на своем «Рерайтере жизни». Я благодарю всех за то, что вы посмотрели это видео, и до скорой встречи.